Две с половиной тысячи лет назад греческий полководец Ксенофонд прошел маршем через Армению и уже тогда восторгался чудесными армянскими сырами. Было бы странно, если бы этого не было. Страна, наделенная такими прекрасными высокогорными пастбищами и богатыми стадами, было бы очень удивительно, если бы не дошла до такого очень хорошего способа консервации молочных продуктов. Но учтите, сыры это особые, кавказские, более того, армянские. И это не такие сыры, с которыми вы обычно знакомы. Это сыры очень хорошие. Очень многие армянские сыры рассольные. Они созревают в рассоле, поэтому у них соответствующая нежная сырная ткань, они солноваты и у них нет корки. Вот, например, на наших глазах готовят сыр чанах. Очень распространенный, старый. Мы знаем блюдо чанах. Корень точно тот же. Речь о горшке, в котором готовили блюдо и происходило созревание сыра. Называют его еще глух панир. Это один из распространеннейших армянских сыров. Есть похожие сыры. Вот сыр лори, например, нежнее даже. Он делался уже в новые времена, поэтому поступают в продажу полимерной пленки. Мне это кажется немного неестественным. Настоящий сыр, сыр от природы. Вот он какой. Ничего не природного. Только что вы увидели начало производства сыр чанах. А вот и его дальнейшая судьба. Может быть, потому, что он готовится в непосредственной видимости горы Арарат. Он подвергается потопу. Точно как при потопе, он погружается в соленую воду на 40 дней и 40 ночей. После этого он созревает и готов к употреблению. Он так и хранится в рассоле. Когда его забирают, нужно съесть довольно быстро. Причем армянские сыры продаются не только прямо из рассола. Иногда их смешивают с зеленью. Причем не только с зеленью. С пряными травками. Даже с дикорастущими корешками и мелкими орешками. Есть прекрасные местные сыры такого стиля. Еще один весьма типичный для армянского сыроварения сыр – это сыр чичил. Видите, он вареный. Его вытягивают вот такими жгутами. Их стараются сделать все тоньше и тоньше. В итоге вот их сушат. Вот, пожалуйста, посмотрите. Но и это еще не предел. Дальше их сделают еще тоньше. Потом, видите, его расстягивают в еще более тонкие нити. Потом их режут, перемязывают и отправляют на дальнейшую обработку. В деревнях армянские домохозяйки готовят так называемый плетеный сыр – юсас-панир. Там нити еще тоньше. Это сыр нежный, оригинальный на вкус и на ощупь. Он кажется шершавым. Делают в Армении и сычужные сыры, подобные нашим. Вот здесь они созревают в свой определенный срок. Самые лучшие продукты, слава кулинарии любой страны – это те продукты, которые готовятся в результате созревания. Кстати, очень интересный, долго созревающий сыр делают здесь в сельских районах. Он называется макалат, спанир или канач. Это сыр с плесенью. Тот же самый знакомый сыр чечин протыкает в нескольких местах острым шином, чтобы завелась эта полезная плесень, собственно говоря, тот же пенициллин. От пенициллина ведь не бывает вреда. И от этого сыра тоже большая польза. Армянский сыр нельзя назвать деликатесом. Не потому, что он так уж не вкусен, наоборот, он очень вкусен, а потому, что армяне потребляют его повседневно. Не раз-два в неделю, как мы, а каждый день по нескольку раз. Иногда за завтраком, за обедом и за ужином. Они не так его едят, как французы обычно, не от куска, не так, как мы на бутербродах. Чаще всего его заворачивают в лаваш. Вместе с зеленью, травками получается своеобразный, очень вкусный бутерброд. Для здоровья это только полезно. А уж как вкусно, даже сказать трудно. Ничего страшного в них нет. Берите и ешьте, а так. Редактор субтитров А.Семкин